Фестиваль камерной музыки Англия, Ингиоком Евроаск Россия, Маркетинг Каталист США, представляют. Фильм Григория Амнуэля. Корфу, Киркира, Море Звуков. Фильм Григория Амнуэля. Фильм Григория Амнуэля. С давних времен остров Корфу, это утопающая в цветах крепость, защищал западное Средиземноморье и подходы к Греции, расположенной буквально в нескольких милях от плодородных берегов Корфу. Красота Корфу и его стратегическое положение, позволяющее господствовать над проходом между Ионическим и Средиземным морями и выходом к Адриатике, с давних пор приковывали пристальное внимание народов. Сквозь века проносились частые и кровавые вторжения. Сегодня эта старинная крепость, построенная в 16 веке после турецкого вторжения, вновь подвергнута вторжению. На сей раз мирной армией профессиональных музыкантов и любителей музыки. Эта армия вооружена инструментами, несущими красоту, но, как и предыдущие завоеватели, вооруженные орудиями разрушения, эта армия прибыла из многих неблизких земель – Британия, Австралия, США и далекая Япония. Сегодня Корфу живет в сверкающей под солнцем красоте, в гармонии с самим собой и с окружающим миром. Возможно, поэт Шелли имел в виду как раз Корфу, когда он написал «Остров под ионическими небесами, прекрасный, как черновик рай». Начинается второй весенний фестиваль. Съехали знаменитые исполнители, в том числе, квартет Линдси из Англии. Виолинист Александр Брусиловский из России, живет теперь в Париже. Виолончелист Ксения Янкович из Югославии, она живет в Германии. Японский флитист Шиганори Кудо, живет во Франции. И виртуоз-альтист Тоби Апель из Нью-Йорка. Патроны – знаменитый скрипач сэр Ягуди Минухин и мэр Корфу Хризанто Сарлис, художественный директор Александр Брусиловский. Любители музыки, многие из них опытные, самодеятельные артисты, приехали сюда пообщаться и насладиться камерной музыкой в исполнении самых знаменитых музыкантов, съехавшихся со всего мира. Это блестящее сочетание серьезной музыки и беззаботного общения в дружеской атмосфере Корфу. Музыкальное вторжение начинается. Музыкальное вторжение 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 Больше 50 тысяч лет назад первые люди появились здесь, на острове, чтобы насладиться его изобильными дарами. Музыкальное вторжение Музыка на этом греческом острове обретает необычную фактуру. Фридрих фон Шеллинг писал в своей философии искусства в 1809 году, что архитектура – это застывшая музыка. Он оценил бы эту ночь, когда музыка Франца Шуберта заполнила концертный зал крепости, которая на протяжении стольких веков следила за Корфу. В 1892 году императрица Елизавета Австрийская приказала построить на Корфу дворец. Она назвала его Ахиллионом, так как была буквально покорена греческим божеством Ахиллом. Сегодня дворец принадлежит музыкантам, которые репетируют посреди этого великолепия. Пока они играют, вполне возможно, если в их ушах звучит эхо шагов времени. Ахиллом. 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 Позже дворец перешел в собственность германского кайзера Вильгельма II. Субтитры создавал DimaTorzok Понятно, почему императрица Елизавета была влюблена в эпическую поэму Гомера «Одиссея». Статуи легендарного Ахилла, которые она и кайзера Вильгельма заказали, смотрят на тот остров, который по Гомеру стал последней остановкой мифического «Одиссея» в его возвращении в Грецию с Троянской войны. История повествует, что именно здесь, на Корфу, «Одисей» потерпел кораблекрушение и был выброшен на берег. Здесь навсекая нашла его. Вылечив героя, она убедила своего отца, царя Алкиноя, дать ему лодку, на которой тот сумел вернуться к жене и семье, наконец-то завершив долгую «Одиссею». КОНЕЦ КОНЕЦ Сегодня по-прежнему не забыты слова поэта Эндрю Ланга, который писал полтора века назад и сквозь музыку тонких часов. Они слушают, как океан, что несет свои воды, на песок ведет беседу о зарождении и славе Одиссеи. Ахиллион – лишь одна из наиболее посещаемых достопримечательностей Корфу. На протяжении веков каждый из завоевателей, либо защитников, оставлял следы своей неповторимой культуры. Римляне, турки, французы, австрийцы, немцы. А в отношении нашей следующей музыкальной остановки – британцы. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Александр Брусиловский – одна из наиболее ярких фигур фестиваля на Корфу в этом году. С ним Ксения Янкович – югославская виолончелистка, учившаяся в России у Ростроповича, выступавшая со многими величайшими оркестрами мира. Прославленный флейтист Шиканори Куда родился в Японии, учился во Франции, а теперь выступает с отличными оркестрами во всем мире. ВОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вот то, чем мы занимаемся здесь, это было моей мечтой. То, что здесь мне удалось собрать музыкантов из разных стран мира, которые могут свободно приехать сюда, это было то, к чему я стремился. То, что может японский флейтист, который с нами, живущий в Париже, приехать на Корфу и играть музыку Бетховена – это вот как раз та самая идея, искусство, которое не связано ни с политикой, которое служит как раз лучшим идеалом и лучшим устремлением. КОНЕЦ Струнный квартет Линдзе считается одним из наиболее утонченных в мире. Он работает при Манчестерском университете в Англии, и задача их состоит в том, чтобы завоевывать новых поклонников камерной музыки. Вот Питер Кроппер, первая скрипка квартета. Линдзе. КОНЕЦ 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 Море, окружающее этот прекрасный остров, видело проходящие корабли с тех пор, как человек впервые заглянул за дальний горизонт. Здесь проплывали финикийские торговцы, римские галеры, венецианские триремы, линейные корабли наполеоновской Франции и Британии. Все они разрезали сапфирово-голубые воды Корфу. Сегодня его зеленые берега омывает ласковое ионическое море. Мне кажется, многие музыканты думают лишь о том, чтобы играть правильные ноты, и забывают о том, что мы ведь на самом деле выражаем самые сокровенные мысли этих композиторов. Для нас чрезвычайно важно играть музыку нашей страны. И мне кажется, мы выбрали в этом году музыку Бенджамина Бриттона, и она впервые исполняется здесь, на Корфу. И это для нас очень важно, потому что мы верим в эту музыку. Это музыка нашей Родины. И это сочинение было последним, которое он написал. И последняя часть этого струнного квартета была откровением для греческой аудитории, которая его никогда раньше не слышала. Наши отличия у других исполнителей, которые никогда раньше не играли друг с другом, и их это и увлекает. Мы-то играем вместе уже больше 20 лет. И поэтому нам нужно постоянно поддерживать в себе это чувство увлеченности. А его можно черпать только в самой музыке, чтобы она звучала по-свежему, каждый раз. С тем, чтобы мы могли передать наше изумление аудитории. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Наш приезд на Корфу в этом году демонстрирует, какие возможности появились у любителей музыки в последние годы. Ныне каждый сезон английское общество фестиваля камерной музыки организует специальные туры, во время которых любители музыки могут послушать признанных мастеров, а музыканты-непрофессионалы могут не только послушать лучших мастеров мира, но и поучиться у них. Вивиан Питтендрай тщательно подбирает наилучшие варианты звуков и географии, чтобы и уши, и глаза могли насладиться незабываемой красотой, чтобы география и репертуар пребывали в абсолютной гармонии. В последние годы эти фестивали организовывались в таких местах, как Муляундаунт во Франции, в Астерхазе, в Венгрии и в изумительно красивых флорентинских холмах. Исторически Лондон также принимал такие туры. Как правило, художественным руководителем фестиваля является Александр Брусиловский, но для проведения мастер-классов привлекаются известнейшие исполнители со всего мира. Среди них был квартет Талеха, виолончелист Марк Добринский и многие другие. Сам Брусиловский стал ассистентом Леонида Когана по окончании Московской консерватории. В качестве почетного преподавателя он ежегодно дает уроки в школы Ягудия Минухина в Англии. Субтитры создавал DimaTorzok По нескольку раз в год эта организация собирает вместе многих самых талантливых музыкантов мира и дает возможность музыкантам-непрофессионалам поиграть с ними. Иногда членам этой труппы трудно решить, что делать дальше. Постоянно манят к себе окружающие красоты, хочется осмотреть музеи, но ведь налицо невероятная возможность поучиться в мастер-классе у лучших музыкантов и сыграть вместе с ними. Музыка церковных колоколов Корфу звучит контрапунктом у тонченнейшей музыки собравшихся здесь музыкантов. Добавьте к этому наиболее часто встречающийся звук нашего времени двигатель садящегося реактивного самолета, за которым мы наблюдаем, пока музыканты готовятся к очередному неформальному выступлению. Трио Хейзлвуд приехало из Австралии, но здесь они чувствуют себя как дома. Они привыкли выступать по всему свету. Скрипач Дональд Хейзлвуд, концертмейстер Сиднейской филармонии, он часто выступает с концертами дома и за границей. Послушаем их немного, пока камера покажет нам зал. КОНЕЦ 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 Море, земля, солнце, музыка, друзья. Все это сочетается здесь, на Корфу, в идеальной гармонии. Это прекрасный опыт для любителей музыки. Они слушали, а иногда и сами помогали создавать изумительный звук, который добавляет завершающей мазки уже почти и так совершенную гармонию Корфу. Внезапно в памяти всплыли слова поэта Артура О'Шонезе, который написал в середине XVIII века. Мы творцы музыки, мы мечтатели наших грез. Мы бродим одиноко, разрывая море, сидим у одиноких потоков. Мы творцы шума и энергии, которая навсегда поведет за собой мир. КОНЕЦ 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 Исполнители Александр Брусиловский, Ксения Янковича, Шигино Рикудо, Тоби Апелл, Струнный квартет Линдсей, Трио Хейзлвуд, И музыканты-любители. И музыканты-любители. Исполнялись произведения Бриттена, Бетховена, Моцарта, Гайдена, Шуберта, Хачатуряна и Мендельсона. Автор сценария и режиссер Григорий Амнуэль, Оператор Николай Шарубин. Исполня 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 Шарубин.